Привет! Слушай, тут короче ко мне друг пришел и принес Ledger Wallet. Не знаешь, что это такое? Ага, не знаешь. Это короче специально такие хардварные кошельки для биткоина. Вообще биткоин это, как там говорят, It's a disruptive technology. Крутая короче штука. Я вообще хочу организовать свою жизнь так, чтобы, к примеру, через 5 лет все, что я хочу купить, я мог себе купить исключительно за биткоины. Чтоб я мог нахрен забыть про вот эти непонятные деньги. Гривны, доллары, евро. А сейчас это именно сама технология для безопасности транзакций, чтобы их не потерять, чтобы их не украли. И мой друг Женя сейчас расскажет более детально, что это такое. Привет! Получил наконец-то Ledger Wallet на таможне. Неделя ушла на это, наверное. Ну да ты фанат Вальнова. Там нет, это просто красивый футбол. Ну вот такая вот коробочка. Купил вот 10 штук, чтобы людей просвещать. Тут уже есть одна открытая, так что мы можем по ней, в принципе, разобраться. Ты можешь очень там в двух словах рассказать, что такое биткоин? Ну, как-то так очень. Десараптия в технологии. Ну, в принципе, да. В коммунадуторе. Ну, это деньги просто, которые не привязаны, никому не принадлежат конкретному лицу или по институту. А общие, общедоступные. Короче, как золото, только лучше, да? Вот, собственно, сам Ledger Wallet. Вот, кстати, сейчас продается HW1 еще, но вот как раз сейчас расскажу, в чем отличие. Во-первых, нет такой коробочки прикольной. Здесь вот у нас инструкция на английском языке, как пользоваться. Ну, тут элементарно, тут 5 пунктов. Тут открыть хром, там зайти на сайт и так далее. Рековер и щит, это на случай, если там потеряется Ledger Wallet, либо там разобьется, сломается и так далее. То есть, чтобы можно было восстановить кошелек. Вот это снимать не надо, конечно, было. Ну, ладно. Не, ну, в принципе, думаю, ничего страшного. Самих сложа еще нету. То есть, ну, это по инструкции, там рассказывается, как это все заполняется. Если что, можно всегда свои коины восстановить, даже без Ledger Wallet, через компьютер. Можно там скачать кошелек, в любом случае получить доступ. Вот такая вот карта, security называется. Это для того, чтобы, когда, допустим, делается перевод, если какой-то там вирус, к примеру, перехватил данные, то там обязательно при переводе надо указывать, то есть, он в произвольном порядке говорит, допустим, H, надо указать там B, к примеру. И человек отправляет деньги, и он должен вот эти коды указать, которые вирус, ну, никак не может знать. То есть, это называется, Man-in-the-middle, защита, кажется. Так, ну, вот у нас сам Ledger Wallet. Так это же обычная флешка. Да, это у нас смарт-карта, самая настоящая такая, видишь, это как... Ну, так как симка, либо как чип-карта, вот эта, ну, пластиковая карта. То есть, это же не просто флешка. Там специальное программное обеспечение в ней, которое управляет всеми кошельками, из которой там все зашифровано так, что вот там хакер получит доступ, он не сможет никак расшифровать, получить данные. То есть, ну, это вот самый лучший тип безопасности. И самое хорошее то, что Ledger, это самый дешевый, самый доступный вид хардварного кошелька, в отличие от других, которые стоят, там, 120-200 долларов. Ну, это такое удовольствие для богатых, с учетом того, что будут со временем, по-любому же, выходить новые версии, и, как бы, ну, какой смысл покупать за 200 долларов кошелек, и потом еще новый. То есть, ну, это все-таки должен быть, как расходный материал, доступный. Да, вот, кстати, в HW1 нет вот такого. Ну, все-таки хорошо, когда защитный корпус такой есть. И тут не просто, тут еще написано «Wires and Numerous». Верим в циферки. Да. То есть, ну, очень удобненько так. Опа. То есть, в чем принцип работы? А, еще вот здесь вот на дне есть. Всякие эти причиндалы. Ух ты! Да, тут видишь все это. Короче, все, да? Ну, да, но мы сейчас можем еще это загрузить. Проверить, как он работает. В чем принцип работы? Тут просто вставляется в хрестный порт. Сам Лайджер. Заходит в Chrome. То есть, сейчас доступно только Chrome. Ну, со временем, сейчас уже, по-моему, какие-то новые разрабатывают еще. Ниже, ниже. Приложения. Вот почему-то нету сверху. Вон, там, где Google Chrome. Да, вот, заходя. Общался с поддержкой, очень быстро отвечает на вопросы какие-то, даже по выходным. То есть, очень отклик хороший. Вот, заходишь. Сразу распознает устройство, запускает приложение. Так, сейчас мы еще раз, надо... Оба, все. То есть, и инициируется создание нового кошелька. Ну, либо можно восстановить по вот этой вот recovery sheet. Там набор символов, набор слов-то нет. Да, там вот, когда при создании кошелька... А, ну, тут пин-код. Вот, кстати, чем еще фишка, когда заходишь в кошелек, надо пин-код вводить. Если три раза неправильно ввел, то он сбрасывается полностью, вся информация с леджера стирается. И как раз восстанавливаешь, да, при помощи тех записанных слов. Да, да. То есть, если вам какой-то злоумышленник, к примеру, там... Не, ну, конечно, если вам паяльник, там, ставят, то это, в принципе, никак не зафиксирует. А так, как бы, ну, вот, и все, в принципе. Короче, смотри. Фишка в чем? На сайте Ledger Wallet стоит 30 евро. Плюс доставка 30 евро. Плюс жди хрен, двоец. 29. 29, да. Плюс ждать, может, придется 10, 15, 20 дней. А вот. Здесь, как бы, по чем? 180 мили BTC. Короче, цена одного леджера 180 мили BTC. Прием только в биткоинах, потому что... Прием только в биткоинах. Ну, потому что зачем нам вот эти непонятные деньги, когда еще и с биткоинами работать. На них вообще надо забывать. Вот. Ну, доставка новой почтой, там, ну, любой курьерской доставкой. Новая почта. Ну, а желательно новой почтой. Если у тебя там, у кого-то из друзей вдруг появится необходимость в этой классной штуке, обращайся. Все, на связи.